Здравствуйте! В видео это был конкурс профмастерства «Учитель года». Вы помните те соревнования, так скажем? Да, очень хорошо. Помню, в принципе. Готовились долго? Ну, как сказать, мы представляли, в принципе, идею такую, так как я, в принципе, мы люди искусства, супруга моя и я. Мы представляли идею школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Вы и сегодня в профессии. Да, и судя по тому, как мы там представляли, мы эту идею, в принципе, реализовали. Не знаю, как там другие участники конкурса. Победил, конечно, не я. Но, насколько я знаю, мы единственную эту идею реализовали. Мы организовали эту школу в Савяногорске и успешно работали, в принципе. Подскажите, в каком направлении вы преподаете? В том же самом, я преподаватель изобразительного искусства в школе искусств номер 2 города Абакана на улице Дзержинского. Среди тех, кто нам звонил, были и ваши ученики, и ваши коллеги. Давайте уже посмотрим это видео. Хорошо, будет очень интересно увидеть через столько лет. Это, наверное, строго жюри сидит. Да, да, да. Никого не узнаете? Ну, Солдатова, конечно, не узнаем. Весьма очень интересный человек. До сих пор встречаемся, здороваемся. О, Виктор Алексеевич Анцупов. Тоже замечательный педагог. И вот уже выступление. Очень эмоционально. Это работы, возможно? Это работы учеников уже, да. Все представляли мы. То есть, в принципе, здесь никакой бумаги нет. Это я работал тогда в седьмой школе города Савяногорска и представлял работы учеников с уроков изобразительного искусства. Я много лет проработал в десятой школе, и там, в принципе, опыт-то был большой. Мы как раз с супругой, она в 80-е годы программу Кабалевского экспериментировала у нас в Хакасе, а программу Неменского. Вот та, которая сейчас в работе, в принципе. Вы сейчас увидели эти кадры. Им больше 20 лет, точнее 23 года. Какие ваши эмоции? Поделитесь. Конечно, интересно смотреть. Тогда казалось, что море по колено, все впереди, все можно осуществить. Но, в принципе, мы осуществили. Мы создали эту школу. И вот наш проект юбилейный в этом году нашей гостелерадиокомпании «55 лет». Выскажитесь, насколько, может быть, людям интересны подобные проекты и увидеть себя спустя 10, 20 и 30 лет. Это важно? Ну, конечно. Очень важно. Это история. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры и стали героем журналистского материала гостелерадиокомпании, обязательно сообщите нам. Мы постараемся найти это видео, и тогда именно вы станете следующим гостем нашего эфира. Увидимся.